итак здравствуйте всем ребята сегодня я сталкивался с такой проблемой хотел сделать себе кабель для габло для для диагностической программы у меня на машине стоит так и как прочитал в интернете есть много статей как подключить так как подключиться как сделать и можно сделать вот такой адаптер usb тут и тел есть такой есть такой алиэкспресс можно покупать за очень дешевый за бакс за доллар 23 я покупал здесь у нас на месте вот это стоило 3 где-то 2 доллара вот это 3 доллара а вот это тоже 2 доллара но давай сначала по порядку если вы хотите сделать себе кабель для габло вам нужен вот такой вот такой адаптер вы можете вы можете использовать пл 2303 здесь есть hx и так далее это 1 2 вы можете использовать плату на базе чипе с 232 и третье вы можете использовать на чеха с 340 чипе 4 так если 4 то сейчас вспоминаю потому что я сделал только на 2 на в тел двести тридцать второй вот принципе у этих микросхем вся весь принцип работы получается одинаковый здесь многие ребята в интернете пишут что вы можете сделать диагностическое кабель с другими микросхемами можно например этот кабель и от старых телефонов вот например один кабел с 42 для переданных данных на старых телефон motorola nokia здесь может быть 50 и так далее так дальше вот у нас микросхема вот так выглядит здесь вас если видно да есть 5 вольт гнд rxd txd и 3 вот здесь вот что нужно использовать только три из них так первый так что я хотел знать давайте нарисуем микросхем вот так у нас есть микросхема и здесь 1 2 3 4 и 5 здесь есть одна маркировка здесь мы видим другую маркировку но тоже txd rxd и гнд получается 3 и 3 вольт 5 вольт и так далее здесь у нас на вот этой как на 1 это на базе пл 2303 получается а это на базе чипа rs 232 почему у меня таких таких много я первый подопытный кролик вот этот не получился не могло подключиться к программе связь нету и так далее потом вот этот 2 на базе пл 20 03 опять не могло подключиться и в конце я покажу как подключить к этому вернее расскажу но давай сначала по порядке я думал что первая проблема может быть в кабеле я использую простой телефонный кабель четырехжильный вот включается и надо хотим еще показывать вот есть такой адаптер я его не пробовал потому что он чуть-чуть дороже где-то 7 баксов 8 я не раскрывал потому что может быть три минут обратно нужно здесь им базе чип на базе ft 235 rl на микро юсб в принципе здесь есть на если фокусируясь тоже такая распиновка но давайте сначала по порядку вот например берем микросхему пл 2303 здесь может быть и х икс и так далее но здесь у нас есть 5 вольт г нд р икс т и т икс д и 3 вольт так что мы имеем но здесь маркировка может по-другому но вы посмотрите на вашу микросхему в принципе в принципе вот так мы 5 вот не трогаем и 3 вольтовые тоже не трогаем подключаемся гнд это у нас минусовой земля rxd и txd это у нас давайте я сделаю вот так минусовой побольше так это у нас передает данные передать точные порта так сказать другой фишки у нас вот например как у меня будет астаговка и фишка или на четырех пиновые 1 2 3 4 4 здесь у нас будет такой красный провод так красный провод белый провод так что еще синий провод и черный провод так красный белый синий черный красный мы ни в коем случае не подключаемся потому что здесь 12 вольт если мы подключаем красный к нашему красному 5 вольтовыми или 3 вольтовым то у нас прогорят порты в лучшем случае или в худшем у нас весь комп пойдет к дну так гендо это земля мы подключаем к черному так черному rxd мы подключаем к белому и txd к синему так к черному и к синему этот не рисовал так как что было покрасивее в принципе если у вас программа не работает но вы можете менять вот эти фишки 2 и 3 гендо и rxd местами так фишка здесь который ходит это мама получается и да это мама а папа который куда вставится туда входит от бензонасосов советских этого автомобилей газель по моему или тогда я еще не покупал у меня сделал себе вот такую фишку и ткай на нужно быть осторожным так это рассказал и далее я телефонный кабель и длиной у меня сейчас метр метр с половиной но хочу поставить четырех метр и здесь отсюда чудеса было четырех метров потому что в дальнейшем для диагностики газового оборудования нам нужно ехать машины нужно адаптации на холостом ходу и потом ехать так после того как мы сделали вот это я сделал вот это у меня ничего не произошло я думал что может быть проблема микросхеме потому что она не работает или есть проблем многие писали в интернет что есть проблема с драйверами да конечно есть проблема драйверами так давай час по ночам вот мы покупали вот такую фишку да так здесь доходим чуть-чуть так и у нас нужно скачать вот эту программу в интернете пути пить и как можете называете просто загуглите и сделать и так скачайте и открывать открывать вот эту программу путь фикси чтобы проверить если ваш микросхема действительно работает так сначала когда загружается так 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 здесь на русском языке что-то не работает так я сейчас поставлю на паузу и найду хорошую программу которая скачал вчера специально для ну в принципе давайте по здесь потому что у меня стоит английская версия на компьютере а иногда да вот такая программка но сейчас я найду на так давайте вчера скачал по моему здесь у нас вот вот такая программка и с такой иконкой вы открываете и у вас появится вот этот программ но сначала так сейчас по порядку у меня есть мысли но так вот наш микросхема pl2303 так мы вставляем в компьютер так выставляете вот например у меня стоит windows 10 так мы вставляем идем в диспетчер задач диспетчер устройств простить и у нас вот эта флешка должно появиться здесь на компорт и и вот профилик usb но это и драйвера особенность нужно уточнять вот такие драйвера как 320 это при последней последней версии который можно использовать с этой микросхемы почему потому что все вот эти микросхемы использовались до 2012 году у них была поддержка windows видит что ваша флешка паленая вот так сказать два слова вот в чем решение нужно скачать вот этот драйвер я постараюсь в описание дате драйвера и все так нужно скачать вот этот драйвер 320 я нашел у ребят на на форуме но давайте скажу дать вам и вот этот драйвер как стоит я уже снял pl2303 для windows 7 когда открываем его но так до открываем вот что у нас есть у нас появляется вот это окошечко сначала удаляем все драйвера которые есть на компьютере потом устанавливаем и потом идем к диспетчер задачи так после этого так сейчас фокусируюсь свойства и на драйвера после того как мы устанавливаем здесь у нас появится с желтым такой значок и дадим обновить драйвер кстати у нас здесь будет 38 и так далее у нас здесь будет 38 но нам эта версия не нужно потому что она не едет есть сначала обновляем драйвера выполним драйв на поиск драйверов на этом компьютере выбрать драйвера и списка доступных драйверей на компьютере и у нас появится вот такая список такой список извините за мой русский так вот такой список и нам нужно выбрать 320 мы вставляем даем далее драйвер устанавливается и все наш драйвер есть может быть он едет из драйвером 38 у меня не ехала на windows 10 не так дальше после того как мы установили вот этот драйвер закрой и едем в эту программу чтобы проверять если работает наш наше устройство что нам нужно сделать так вытаскиваем его сейчас она секундочку я возьму шнур так я использую вот такие шнура для к чтобы постоянно не паять и это для ардуино стоит где-то 2 бакса 40 штук так и у нас здесь видим есть такой gmd rxd то что сказал чуть-чуть раньше да блин рукожоп так нам нужно соединять rxd и txd чтобы сделать перемычку сейчас я поставлю на паузу сделаю не повы покажу все сделал такой прием от txd и rxd зачем это нужно давайте скажу пару слов так канал rxd или txd передает данных а тот принимает данных в принципе это вся суть устройства и нам нужно проверять если драйвера установлены правильно и если программу если адаптер работает нормально так мы вставляем у нас в компьютере открываем программу который вам сказал вставляем здесь на сериал и здесь у нас диспетчер устройств есть еще один момент так вот здесь написано профлик юсб сериал ком ком 3 здесь так здесь вот это порт можно менять 1 до 10 и так далее в принципе рекомендуемо до до 10 максимум до 10 потому что компьютер будет видеть ваш вашку так мы посмотрели здесь у нас ком 3 так закрываем так скорость оставляем так здесь стираем одну и поставим 3 и начинаем открыть у вас появится вот такая кошечка черная это что означает и сейчас я вам покажу так если адаптер работает нормально то что вы пишете на клавиатуре у вас появится вот есть вы отправляете сигнал и у вас получается и потом вы получаете его обратно и выявляется нам тут окошечко давайте посмотрим на адаптер так здесь есть красный красный как показать чтобы не красный индикатор и когда мы нажимаем фокусируется и когда мы нажимаем вот данное передается и принимается значит у нас адаптер работает нормально давайте я вам покажу что случается если адаптер неправильно работает так как я это сделал потому что здесь я припаял и не могу подключиться так ну вот у нас есть другой адаптер у нас есть другой адаптер тоже так мы подключили рэкс д 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 нам нужно соединять белый синим проводом и все так вытаскиваем вот это вставляем обратно так и так нам нужно так и на секундочку так все сделал белый и и синим мы подключили так у нас программка есть мы ну вот пишу но нато таблиц ничего не появляется так давайте запускать еще раз так чтобы было вот так здесь сериал ком 3 и запускай вот такая кошечка мы пишем но у нас ничего не появляется но здесь так давайте фокусируюсь но здесь горит только горит только один диод 2 ничего не делает здесь что здесь случается так мы данные передаем но ничего не принимаем это процедура мы можем видеть как работает наш адаптер так это сказал это сказал так и так мы проверить проверили свой адаптер потом мы идем после того как мы сделали кабель как сказал раньше я использую таких кабелей для подключения адаптера потом здесь отрезаю и припаю к нашему нашим проводам чтобы не не прогореть или что-то здесь свой потому что я не мастер пайки так любительского любитель и после того как мы сделали вот это подключаем наше устройство к порту для диагностики было и так мы подключаем первый не подключаем в компьютер потом подключаем сначала провода гбл а потом подключаем компьютеру и потом включаем зажигание смотря какая у вас система зажигания извините система зажигаем система газового оборудования у вас есть программа вот здесь такой замечательный сайт гбл сервисе ну а который я нашел и здесь у вас есть драйвера для висту драйвера для xp драйвера для ftd и ftm 3232 р.л. и драйвера так юсб драйвера и так далее здесь у вас программки для брок управления стак версус аджес ланди лензу и так далее здесь у вас инструкция на русском языке и смотря какой так смотря какой у вас блок если знаете можно скачать программ если нет то нужно скачать вот например узнать что у вас строится так я как нашел что не стоит так посмотрел в на эти блоки стага посмотрел на машине какой блок стоит и примерно выбирал так извините здесь есть другой сайт но в принципе обычная поисковой системе есть нажмите программы для слаги и так далее но здесь не нравится что вот вот например стак бог кубокс 400 и так далее вот такие программы идут на него потом стак топ-02 топ-01 вот эта программа идет и потом стак 300 и составит 4 плюс и так далее вот этот ряд программе идет я сначала брал 6 потом не сказали когда подключился блок сказали что давайте лучше 11 поставить я поставил и все заработало без проблем так это сказал ну в принципе вот в чем была фишка данное видео я создал для того чтобы вы могли сначала посмотреть если ваш драйвер работает драйвер драйвер работает и устройство вполне рабочие способны потому что я покупал две они не были рабочие на этот передается данных не получается на тот получается или не передается или в принципе обратно вот в чем была фишка многие интернете скажут что драйвер нужно до версии 1.5 и так далее что нужно до xp сначала если ваш windows устанавливает драйвера то поставьте эту программку посмотрите если ваши данные передается и принимается то у вас без проблем заработается и будет все нормально не забывайте поводу про вот эту 5 вольт и 3 вольт не надо не подключаться только земля rxd тxd тxd и вот этот разъем красный не подключаем ни в коем случае в принципе вот что я хотел сказать про как проверить и и избе вот этот адаптер я сказал для победили и на вот этот сайт и на вот этот сайт есть пару драйверов я постараюсь поставить и в описании драйвера программки не думаю что будет проблемка если скачать здесь есть инструкция инструкции можно найти тоже на этом сайте чуть чуть ниже инструкция вот для других блоков для всех блоков управления если хотите узнать какая версия вашему идут вот такой сайт есть здесь появляется все вот эти окошки для вот этих список мозгов что какая программка идет и так далее здесь можно выбрать и другие но я работал с работаю со стагом так обычно вот этот адаптер можете найти на на алиэкспресс может найти на алиэкспресс и в принципе если какие-то будут вопросы обращайтесь всем до скорого и хорошего пути и удачи